Дмитрий Григорьевич, Максим Владимирович, коллеги, будьте репрезентацию. Поскольку Красноярский край нельзя назвать пилотным проектом, мы работаем, начиная с 2019 года, по двум крупным городам, это промышленный Красноярский Норильск, а недалее как в 2021 году, в конец 2021, на территории субъекта был разработан совместный подход к проекту Красноярского края и заказе по собранию Красноярского края о том, что 5 дополнительных малых городов, которые характеризуются забрезднением как высоким, так и очень высоким, по ним необходимо разработать точно такие же комплексные планы, которые сделали по двум городам ранее, которые обозначены Красноярск и Норильск. Три города из пяти, по которым мы работали, разрабатывали комплексные планы совместно с мэрами городов, это из Осибирск, Ачинск и Минусинск, вошел в федеральный проект, два города осталось у нас на уровне субъекта, это Назарево и Канск, с ними мы будем индивидуально. Соответственно, поскольку мы подходили уже комплексно, мы пошли по двум путям. Первый – это разработка комплексных планов, и сводные расчеты предельно допустимых концентраций по этим пяти городам были выполнены в 2021 году. Поэтому цифры, которые мы показываем, по факту мы уже знаем, общий вклад на территорию города Минусинской в частности – это чуть более чем 7,7 тысяч тонн. С точки зрения объемов выбросов, это незначительный. Это самый маленький объем для всех остальных городов, по которым мы работаем. Но при этом, поскольку это Минусинская-Хокасская акдомерация и котловина, вот этот выброс здесь оказывает такое существенное воздействие при небольшом объеме. Как видите на цифрах, 4,6 тысяч тонн – это более чем 60 с лишним процентов это выброс от загрязнения частного сектора. Несколько городских предприятий, ну и, соответственно, автодороги, которые оказывают меньшее воздействие. Далее, какая работа по городу Минусинску, начиная с 2018 года. Мы установили режим демонтирования неподоприятных метеоусловий и ежегодно мы эту работу заказываем у Роскидомета. Если вы обратите внимание по цифрам, которые были, если в 2020 году мы не видели режим демонтирования, не было приятных условий Минусинск, то в 2022 год мы живем в середине 2022 года, уже 28, что превышает в два раза даже самые большие цифры, которые были. И, насколько я понимаю, все специалисты видят, что если минул один день и чередуется через некоторые промежутки, это не так сильно видно на население. Но если это неделя, две, то и три, то эта концентрация реально скатывается. Поэтому запрос на то, чтобы все три города, и, собственно, хорошо, что они вошли в все три, и вот мы всем вадимимся командой, и очень профессиональные люди, и необходимо будет сшить все эти комплексные планы в госпитное одеяло для того, чтобы, вот, собственно, вся эта история заработала сразу для трех муниципальных мерзаций. Мы вчера ездили, действительно работа большая была, с точки зрения объема выбросов, оно впечатляет. Количество частных домов, которые вокруг наших с вами городов, и, соответственно, одним из пунктов, которые необходимо в протокол записать, мы вчера это обсуждали, должна быть внятная градостроительная деятельность, не позволяющая для того, чтобы локально решать задачу внутри какой-то территории, мы не получали вторичное загрязнение, или еще большее загрязнение с прилегающей диктой. Поэтому расширение в горизонте нужно заканчивать. Мы обходим, собственно, вертикаль, для того, чтобы дома, которые строятся вновь, имели дело подключения к электричеству, для подключения к централизованному по снабжению, либо, соответственно, другие виды альтернативного таблика. Вот конкретно по городу Минусинску у нас есть комплексный план, который мы, собственно, и коллегам уже продемонстрировали. На начальном этапе, Андрей Олегович, у нас цифра была более чем 22,26 миллиардов рублей. Поскольку сейчас мы понимаем, что ни в бюджетной федерации, ни в субъектуре такие цифры не потянут, то сейчас у нас крайняя редакция, такая сжатая, понятная редакция этого комплексного плана, содержит мероприятие на 2,2 миллиарда рублей. Соответственно, задача какая? Найти ту болевую точку, где минимальными деньгами можно решить максимальную задачу. И с точки зрения эффекта и угля я бы использовал такую фразу. Старший не сам уголь, а способ его сжигания. По факту тот самый гнездырный уголь, про который мы говорим в реке, это тот же самый уголь, но прошедший некую трансформацию и, соответственно, достигший какой-то фракции, которая позволяет сжигать с минимальными цепризмами. Мы, и благодаря Алексею Владимировичу поддержал нашу идею, но в начале текущего года, это не звучало в федеральной повестке, продвигаем идею перевода на автоматизированные котлы. То есть способ сжигания брюшной печи и в автомате сильно отличается. Вот цифры, которые были озвучены, они действительно впечатляющие, нужно будет еще повзвешивать и пооценить. Но с точки зрения бензопилена, у нас на двух разных котлах, которые мы изучили, сделали, соответственно, еще там заключение экспертизы, анализ нашей лаборатории сфиксированной, 260-460 раз снижение бензопилена при выпасе. Загрязняющих веществ взвешены десятки раз, от 15 до 26. Соответственно, два котла, разные виды топлива, поэтому как мне представляется перспективная история. Если взять в расчет перевод на газовое оборудование, в нашем случае, поскольку нет магистрального жирова газа, это газбольдеры, так называемые, и централизованное теплоснабжение. А вот сейчас, должен сказать, что мы уже имея деньги в бюджете краевого, в рамках федеральной программы, коллеги помогли довести клинику до города Красноярска, имеем 145 миллионов на текущий год и перспектива 760 на следующий год для переключения как минимум на эти два вида отопления в городе Красноярске. Но тариф и стоимость оплаты сильно такой останавливающий фактор. И я бы сказал, что у нас не занимает очередь на улице для записи на очередь подключения. Поэтому централизованное теплоснабжение и газ пока в том виде, в котором он есть, интересная идея, но я бы сказал, что пока она не идет. Поэтому по Минусинскому мы уже договорились, благодаря коллегам из компании СОЭКСГК увеличить объем бездымного угля. Мы понимаем прекрасно, что это не весь объем населения, который может на него перейти. И не все котлы, собственно говоря, оценивают это как положительный эффект. Опять же, с точки зрения калорийности, колосников и так далее. Я очень сильно надеюсь на перспективу, что у нас называется полетит, история с котлами, которую автоматически можно будет внедрять и Красноярский, Абакан, Черногорск, Минусинск, ну и, собственно, наши другие города эту тему точно должны повторить. Поэтому комплексные планы отравлены, мы плотные, плотные контакты и с коллегами из правительства Хакасии, и с коллегами из правительства Атсии и Федерации. Увидимся, что вот это, так называемое, новоскутное дело в перспективе у нас появится. И финансирование в том числе. Спасибо.